Девушки отдыхают И конечно не по замышлению Баянию, поскольку Баян был да весь вышел, а мы теперь, что называется, эти самые старые словесы только и можем вспоминать и анализировать Я не отношусь к числу людей, которые называют себя эвгемеристами То есть теми, кто считают, что мифология отражает какие-то исторические и, так сказать, донаучные воззрения наших предков А боги это обожествленные императоры, вожди, предки и тому подобное прочая, так сказать, человеческая история Я считаю, что боги это боги, и мифология рассказывает истину И эта истина несколько иная, чем та, что вырисовывается нашему современному материалистическому, атеистическому, но и при этом довольно поверхностному и наивному взгляду Итак, мифология это правда Другое дело, что эта правда построена на другой логике, на других принципах выстраивания материала Поэтому приходит в противоречие с теми, так сказать, разработками, которые мы считаем научными Но не надо путать науку и рационализм В науке тоже имеет место и озарение, и интуиция, и догадки порой опережают факты Поэтому то, что я изложу, относится именно к этой науке В которой, за деимением, так сказать, возможности опираться на доказательные, физические, проверяемые органами чувств, факты Можно опираться на логику изложения Это будет, так называемое, выводимое знание Итак, какие выводы надлежит сделать Что мифология наших предков, восточных славян, Руси Должна была происходить из того же источника, что и все остальные мифологии То есть из реальности номер два Физический мир это реальность номер один Метафизический мир это реальность номер два Поэтому те люди в древности, которые впервые эту метафизическую реальность и реальность номер два описали Описали ее по определенной схеме Эта схема должна просвечивать во всех мифологиях, возникших позднее И различие должна быть в степени ее целостности Потому что кто-то что-то забыл, кто-то что-то переосмыслил, кто-то привнес это В этом случае не очень уместное авторское начало Или какой-то лиризм, бытовуху, которая мифологию низводит до уровня, так сказать, простых объяснений Названия рек и озер и происхождения городов и человеческих отношений Значит, наиболее целостными мифологии представляются мифологии архаических народов Такие, которые населяют, так сказать, отдаленные уголки нашей планеты А если мы будем брать в качестве, так сказать, образцов более-менее сохранной мифологии Эллинов, древних греков, римлян То, конечно, мы уже там обнаружим определенную, так сказать, утраченность сакральных сведений И в этом плане многое придется достраивать В частности, архаическая и греческая мифологии и классическая А классическую знают гораздо лучше Имеют между собой расхождение Поэтому в дальнейших своих построениях я буду исходить из того, что Архаическая мифология точнее, поскольку она древнее И восходит к, собственно, традиции То есть к некому знанию, которое было получено в древние времена И в настоящий момент может пригодиться Если не слишком, так сказать, это осовременивать Переосмысливать, упрощать и низводить до уровня, так сказать Чего-то детского, умилительного, но при этом наивного и глупого Итак, что в мифологиях должно быть? На вершине всего должен находиться Бог-Творец Который создает Вселенную То есть не какой-то, так сказать, участок суши Не какую-то землю, не какой-то, так сказать, остров или континент А Вселенную в современном космическом смысле слова Далее, значит, этот Бог-Творец существует не сам по себе А как порождение некой предшествующей ему Субстанции, инстанции, тут еще слов не подберешь Ну, в общем, что-то существует раньше, чем этот Бог-Творец Вот зачем это что-то, нечто создало Бога-Творца Это уму человеческому непостижимо И к данному рассказу прямого отношения не имеет Итак, Бог-Творец наверху Следом за ним пойдет Бог, который в мифологиях имеет отношение к планете На которой мы с вами живем Поскольку мы живем на Земле, то это Бог Земли Самый древний Бог, при котором человечество живет в условиях, так сказать, традиционной культуры То есть из-за начального древнего знания с этими богами общается практически каждый Людей на Земле живет мало, и все они наделены свойствами богочеловечества Вот потом эти свойства будут утрачиваться Но пока они вот в этом золотом веке, когда правит вот этот вот Бог-Творец первичной Земли Значит, золотой век существует Далее, значит, появляется персонаж по имени Богиня-Мать Это Богиня-Мать Мать всех богов и всех людей Является ли она женой космического бога или женой земного бога Это, так сказать, вопрос спорный Поскольку на самом деле боги не имеют ни пола, ни возраста, ни семейных отношений Не рождаются и не умирают Значит, в этом плане мифология четко идет вразрез с нашим пониманием множественности или универсалий Значит, согласно этому подходу, все, что имеет начало, имеет и конец И, так сказать, выделяется там зарождение, развитие и другие промежуточные фазы Применительно к другому метафизическому миру эти универсалии могут не пригодиться Для мифологии стоит усвоить то, что там нет ни начала, ни конца И все происходит в настоящее время То есть мир как бы сотворен, но продолжает твориться Конец света уже наступил и даже не начинался, поскольку мира как такового нет Вот понимание этого на глубинном уровне и приводило людей к могуществу До которого нам еще предстоит расти и расти Дальше, значит, указав вот эти три персонажа, я продолжу список богов, так сказать, старшего образца Это бог громовержец, это бог судья, это бог подземного мира Значит, проводник умерших, душ умерших, потусторонний мир Далее пойдут божества уже более мелкие Создатели жизни, создатели рода человеческого, покровители различных, так сказать, аспектов жизнедеятельности Которые в начале, так сказать, в каменном веке Одни в бронзовом и железном, они становятся другими Пока нет кузнечного ремесла, то, как говорится, богу не приписывается функция покровительства кузнецам Если все ограничивается изготовлением каменных молотов Или даже вообще кусок камня не прикрепляется с ароматным ремлем к рукоятке И нет молота как такового Но бог, который бы этому способствовал, разумеется, есть Я настаиваю на том, что боги реально существующие персонажи, они есть И то, что мы их понимаем, так сказать, как покровители наук, искусств или служителей, так сказать, иного типа Это просто зависит от общества, в котором мы живем Мы сами наделяем богов этими качествами, потому что так нам удобнее Но это не более чем аналогия То есть это не истинная природа, допустим, бога быть громовержцем Или не его природа, так сказать, заведовать светом и тьмой Все боги, творцы, все боги способны насылать молнии, мороки и просветления И в этом плане, так сказать, специализация возникает только в конкретных представлениях конкретных народов Итак, я дал общую схему, которая, как говорится, является гипотетической В той степени, в которой вообще на подобные темы можно рассуждать Следующий пункт нашей программы Осталось только присвоить вот эти пустующие номинации творцов Земных творцов, богини-матери, богов первого поколения, высокого уровня И богов, так сказать, более низкого уровня, которые возникают исторически Более позднее, не потому что они позже родились А потому что мироздание, о котором я говорю, существует по своим законам И в нем тоже не все наделены существа одинаковым разумом, могуществом И не все в первотворении были в одинаковой степени задействованы Вот это самая, так сказать, ходовая часть для того, чтобы приступить к созданию, собственно, русского пантеона Итак, если есть бог-творец, то каково его имя в славянских языках? Сварог Если есть бог-творец уже не вселенский, Сварог А есть бог, который сотворяет мир, в котором мы с вами живем То его имя другое Стрий-бог Аналогом его являются этрусские сатры или Сатурн, античной мифологии Богиня-мать носит у нас имя Макош При ней существуют некоторые ее аспекты или богини Вообще, в христианской догмата троичности таков, что люди мозги себе ломают Как же так? Бог един в трех лицах Только он один, или в трех лицах, или их четверо Значит, по этому поводу одного из, так сказать, выдающихся мыслителей на эту тему Сведенборга Как говорится, что люди, которые попадают на тот свет и пытаются со своими, так сказать, христианскими воззрениями Разобраться в сущности Долгое время промахиваются мимо Царствия Небесного Потому что они не могут никак взять себе в голову, как это про одно мыслить троично Про троичность мыслить как про одно Там, утверждает Сведенборг, духовидец и проскопист, визионер и метафизик Мысль словесна, а слово мысленно Телепатически, интуитивно, по наитию человек это все правильно понимает Поэтому богиня-мать существует у нас как сама по себе Макош Как Купала, ответственная за таинство, так сказать, высокого порядка, колдовство, магию И это сближает ее с Гекатой А это Лада и Леля, которые больше связаны, так сказать, с такими понятиями, как соединение противоположных женских, мужских энергий и начал и физических тел То, что связано с родами, материнством А от этого и логика в направлении семьи, счастья, так сказать, любви и всего прочего, что связано уже с чисто человеческим бытом Боги старшего поколения, первобоги Это, соответственно, дашь бог, которого ошибочно считают богом солнца Мифология не причисляет солнце к божествам Все мифологи прекрасно знают, что солнце это физический объект Имеется в виду, что подобно тому, как солнце озаряет светом, так сказать, небо Так и разум, который содержится в Боге, значит, наделяет разумом человека Русичи, поэтому называются даже божьи внуки Не дети, заметим, а через, так сказать, поколенца Вот, следующий пункт нашей программы Существование пары громовержца Перуна и бога Велеса Они не антиподы, но сфера их деятельности немножко расходится Если Перуну традиционно зачисляется охрана всего живого Плодотворящий дождь и всякую оплодовитость Позднее эта функция связывается с ролью защитника И поэтому приравнивается к воинственности Войне, победе Значит, то Велес отвечает за мудрость За нижний мир, за урожай, за приплод За животное царство И путем сложных, так сказать, метафизических рассуждений В конечном счете еще за торговлю И за, так сказать, благополучие людей с этой торговлей связанных В более поздние времена, переосмысляя архаическую мифологию Перуна воспринимают как бога воинов, а Велеса как бога купцов Хотя правильнее считать, что в различных частях Руси Какие-то боги попадали на вершину пантеона Вовсе не потому, что эти боги, так сказать, имели другие функции Просто для данного конкретного населения что-то было более актуально Плодородие или собирание, так сказать, лесных даров И торговля, так сказать, произведенным продуктом Дальше боги, как говорится, уже идут по мелочи Это условные антиподы пары Лады и Лели Лад и Лель Это бог удачи Спарыш Это бог урожая Жицын Это бог плодородия Рай И, что называется, пара неразлучная Богиня Жива и богиня Мара или Марена Богиня одна связанная с жизнью, другая со смертью Хотя, так сказать, и жизнь, и смерть, как я говорил, в божественном мироздании Так тесно переплетены, что считать кого-то богом, дающим жизнь, а кого-то отнимающий Таким образом, я обрисовал достаточно коротко и, так сказать, последовательно Логично существование древнерусских верований пантеона На основе реконструкции по схеме Которая взята из других, более ранних мифологий Ну, подобно тому, как таблица Менделеева Может быть использована для, так сказать, того, чтобы Понять, что какие-то элементы уже обнаружены, а другие будут найдены позднее В частности, я не упомянул еще о братье-близнеце и спутнике Ярилы Задной супруге Значит, богине Купалы Яриле Каковой бог как раз и является одним из аспектов воинственности Это бог подобен античному Оресу Это не только мужская оплодотворяющая сила или весна Это вся в целом Ярь, что и отражает его корень Ну, где, как говорится, Ярь, там и дурь То есть, для того, чтобы побеждать в бою или в схватке с диким зверем Человеку нужно состояние Яри, ярости И существует одна из точек зрения, что слово боярин как раз и происходит от того, что Такие люди, подобно берсеркам, умели входить в состояние боевого безумия, транса Разрывая на себе даже кольчугу Отсюда и сохранился вот такой, так сказать, наш любимый русский жест Разрывание на себе маек, тельняшек и темностерок Перед тем, как отчаянно пойти в атаку Я солидарен с этой точки зрения И считаю, что для мужчины вот это состояние, так сказать, победного Транса, экстаза боевого Очень важно, поскольку жизнь, ну, в общем-то, не готовит нас к постоянным испытаниям И жить, так сказать, вечно напряженным и запуганным очень сложно Поэтому лучше, когда надо входить в этот боевой транс А в остальное время, так сказать, жить спокойно, созерцательно И поклоняться богам только в том смысле, что боги дают нам образец разумности, знания, всеведения, всемогущества И наша задача им подражать и следовать по их пути Разумеется, выбирая себе стезю, то есть, какому богу, так сказать, объявить себя жрецом и служителем Человек вправе привнести в это элемент, так сказать, богосотворчества То есть, считая, например, себя служителем культа Перуна, можно накачивать мускулы, заниматься боевыми искусствами А считая себя поклонником и носителем культа Ярилы Научиться еще лихо отплясывать, балагурить, шутить, приударять за женским полом Со всей неистовой Ярью, как Яртур по весне Значит, если человек избрал себя служителем Велеса, то зачислять себя в ученые-мудрецы А если хочет вернуть на землю золотой век, то и к стриг богу обратиться Обращение к великой матери богов не женственно и не мужественно, а разумно Потому что женское начало во всех мифологиях оценивается как высшее творческое И в этом плане, значит, быть жрецом Макоши для мужчины не зазорно Это не значит обабиться и превратиться в эдакого, так сказать, женоподобного, значит, мягкого интеллигента В противовес грубому и неотесанному служителю бога Перуна Женственность это всего лишь один из аспектов, как энергии инь и янь И, так сказать, для гармоничной личности нужны оба начала и оба, так сказать, физических фактора Которые на уровне физиологии определяются гормонами Мужских гормонов, разумеется, у мужчин больше, чем у женщин Но у каждого пола есть и мужские, и женские гормоны Таким образом, подытоживая, я сообщаю, что моя система называется выводимым знанием То есть рассуждением, так сказать Которое не может быть подтверждено фактами Потому что факты в этой области реально не существуют Все мифологии были описаны через состояние экстаза И если бы умение входить в экстаз и описывать потусторонний мир был бы повсеместным Вопрос бы шел только о нюансах Подобно тому, как дегустаторы сравнивают там Вина, коньяки или сигары Но поскольку опираться можно либо, так сказать, на вот такие тексты Либо на свидетельства христианских авторов или путешественников Которые были на Руси какое-то количество столетий назад То там такая картина стройная не получается Там получается гораздо больше имен Гораздо больше бестолковщины, противоречий, дублирований Поэтому, значит, остановимся хотя бы вот на этом пантеоне Который я описал Мною обнаружено гораздо больше божественных категорий Чем я даю в этом фильме Ну, лиха беда начала Давайте хотя бы поговорим о том Насколько, так сказать, убедительно изложено то, что изложено здесь В следующих рассуждениях на эту тему Информация может быть дана более подробно КОНЕЦ